16 июня 1941-го у Тамары Демьяновой и её брата появилась сестрёнка, а спустя шесть дней началась война. Все в панике бросили дома и куда-то стали бежать. Отца военного музыканта призвали на фронт. Армия отступила. Семья Тамары оказалась в оккупации. Жить было негде, скитались по незнакомым людям. Вендеровцы, которые, они жили в сельском местности, и вот они стали приезжать сюда в город, стали, во-первых, грабить. Потом они не любили русских, не любили евреев, не любили. И вот когда мы жили в одном доме, где военнослужащие семьи были, да, вот с детьми, они поджигали, они нас, наш дом подожгли. Кто-то сказал на человека, допустим, какой-то злой или что, что он партизан. Утром уже смотришь, они на столбах, эти люди висят, и написано «партизан». Человек совершенно невиновен. Томми еще не было семи лет. Ей так хотелось учиться. Но в 1943-м немцы выписали ей направление в другую жизненную школу. Забирали, увозили, грузили в эти шалоны закрытые, которые скот возят. И за этим шалоном мы, значит, отправили нас до Бреста. В Бресте нас там помыли, обстригли всех на лысо и отправили в Берлин. Приехали мы в Берлин, там нас расположили в какой-то, было видно, какой-то военный цех, что ли, в общем, большое такое здание. Начался отбор. Стариков и маленьких детей с родителями в одни лагеря, работоспособных в другие. Демьяновых направили работать к фермеру. Можно сказать, обошлось. Не концлагерь. Там их никто не бил, но трудиться на посадках нужно было сутками. Кушали только вареную брюкву. Под проволокой было все это, все закрытое. То, что были все голодные, это уже тут до сих пор помним. Это жажда еды. Каждый старался, даже сам кусочек хлеба не съест. Этого кусочка там, что было, отдавали детям. Все отдавали детям. Много стариков умирали с голода. Победа. О ней заключенные узнали, когда пришли русские и стали готовить повозки для эвакуации. Когда мы доехали почти до Польши, да, вот, уже до границы, чтобы домой добираться, там целый месяц проходили, ну, как сказать, все допытывались. Маму все спрашивали, где отец, на фронте, или, может, он и немцем, вот это все проверялось. Семье все-таки удалось воссоединиться в Горохове. Правда, отец лишился пальцев на руке. Тамара стала подрабатывать, посла коров. Отучилась семь классов и поступила в медицинское, на акушерское отделение. Через год передумала и решила стать строителем. По распределению уехала в Ворошилов. Тогда молодые девушки стремились в Приморье за романтикой. Мол, тут много летчиков и хороший климат. 20 лет Тамара Иульяновна проектировала и строила дома, бани, магазины по всему краю. Постепенно годы залечили раны. Воспоминания об ужасах фашизма стали зыбкими. Но вот сегодня Тамара Демьянова вновь переживает все остро, как в 41-м. Это Украина показывает. Это что-то страшное, потому что уже на той Украине ты это все пережил. И посмотришь сейчас, вот в мирное время, что делается. Конечно, это очень больно. И не хочется, чтобы это уже повторялось больше. Тем более молодое поколение, которые, эти внуки, внучки у меня, правнучек. Хочется, чтобы они уже жили в надежном мире. Редактор субтитров А.Семкин